Новости Перемены плановые. Руководство больницы готовилось к нему примерно два года. Но для пациентов, кто сегодня получает лечение в третьем, пока еще в общепсихиатрическом отделении, новость шокирующая. С решением о реорганизации они не согласны. Это несправедливо. Он положит главврач туда 50 человек, а у нас идет текучка. В течение года у нас проходит порядка тысячи человек через это отделение. Ну вот примите решение сами, как это, справедливо или нет. По-моему, это нет. Мы вот все знаем ситуацию, мы против этого. Главный врач уверяет, без лечения не останется никто. Но третье отделение не просто место для стационара. Для пациентов это второй дом, быт которого они своими силами и средствами создавали по крупицам. Шикарная комната отдыха, есть караоке, музыка. Мы после лечения, вечернее время, после ужина, собираемся там, поют песни, кто может, кто хочет. Своя атмосфера и персонал, к которому за десятилетия лечения пациенты привыкли и прониклись. Санаторные условия. Люди уверены, нигде, кроме третьего отделения, они не получат должной помощи. Лежала я, лежала не в одном отделении. Сюда я попала, сюда я попала с сильной депрессией. Очень сильной. Я не первый раз здесь лежу. Я сюда попала случайно. Попала случайно, мне здесь легче стало. Я не первый год болею, но сюда я попала. Ну, получается, сейчас уже четвертый раз я здесь лежу. Мне здесь легче становится. Походы главному врачу не дали желаемых результатов. Решение осталось прежним. Отделение переформировать. Но пациенты настроены решительно. Коллективную просьбу уже направили региональным и федеральным властям. Освободить корпус планируют к середине августа. Главный врач обратил внимание на необходимость строительства нового отделения на территории Ставропольской психиатрической больницы. Если решение о строительстве будет принято, возможно, именно оно станет выходом из ситуации. Анастасия Романова, Никита Чуб, АТВ Ставрополь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова